в полном разгаре я уже утеплился а в руках несу подлокотник и новые катушки зажигания также надо поехать за новой зимней резиной потому что я до сих пор на лете короче в таком фирменном пакете свой подлокотник и дара силу будет ставить на тачку местная проблема что он не выдвижной как у меня но зато целый вот такие и катушечки я приобрел на разборке где-то за 5 баксов за штуку по крайней мере они не треснуты в тех местах где у меня есть надеюсь что удастся победить тряску двигателя на холостых попасть ко мне в гараж нужно обладать навыками йоги камасутра и все прочее пробрался нереально практически но спустя короче долгий путь я попал свой гараж наконец а да но я по-прежнему на летней резине сейчас поеду в одессу буду менять на зиму потому что у нас уже плюс один всего лишь и так передвигаться уже небезопасно а иногда нужно будет зимой выдвигаться в поездке аккумуля месяц не разрядился вот такая вот ситуация с моим подлокотником он беременный и отклеила здесь кожа но фишка в том что он сдвижной это круто и я могу удобно облокачиваться но пока поставлю не выдвижной он длиннее идет по размерам но с этим буду что-то делать может быть отреставрирую и поставлю его обратно потому что кожа целая только вздулась процесс замены на землю все резину сменили я взял бушку из европы так как на машине зимой довольно таки редко выезжая но в любом случае тачка должна быть на полном ходу когда мне это понадобится в сумме я дал за резину 100 бачей вместе с установкой балансировкой колес ну в резина вроде не шумная протектор где-то 5-6 миллиметров спереди сзади сзади 7 перед стоит спереди стоит фуда в принципе пока что снегов снега у нас еще так такового не было поэтому тестить негде но зима должна быть в общем покатался пару дней теперь пора вычислять такая катушка неверная а как приятно когда капот держит новые стоечки ну сейчас приступаем к выкручиваем свечи какая свеча неправильного цвета там катушка не работает будем менять из вас и так знает как менять свечи но мне просто интересно посмотреть на состояние своих потому что у меня на каких-то определенных оборотах двигатель подтраивает и есть подозрение что либо это пробой катушки изолятора либо свечи сейчас мы глянем короче какая-то шляпа с моим мотором после несложных манипуляций обошли автомобиль я забыл что у меня есть четкий подарочек для тачки а именно стоечки капота так понял тут без высшей математики не обойтись но благо что у меня есть высшее образование пойдем за отверткой это петушник открывается старая сейчас откроем с помощью отвертки такой набор должен быть у каждого бмвшника так чё там будешь сдаваться опачки есть стоять так конченая ты блять скотина о есть ага теперь блин я не могу держать ай-яй-яй подпираю головой капот и понимаешь что надо было чем-то поставить теперь короче будем раком боком изучать камасутру это нормально мы бывали каждый у бавариста лучше своего владельца ни хера не вижу не понимаю что происходит с точки готовы они уже стоят для этого надо три руки одна нога и высшее образование но с этой стороны уже красота новенькая стоит переходим кто это сделал только под тер закрывается стоечки работают давайте попробуем так типа я такое открыл капот типа не ломается это просто масло проверить тысячка так что это удовольствие обошлось мне 10 баксов тут кнопочки есть такие вот так вот и нажимаешь и вытаскиваешь эту половинку и нажимаешь здесь и вытаскиваешь здесь все фильтр в руках здесь фильтр походу еще сам брежнев видела я не знаю до того глаза чувак взял по ходу кинул в миску с помоями ком фильтре я катался что тут за производитель пор флюкс а 214 а это французский фильтр неплохого качества в принципе но он уже ушатанный как короче меняем я вижу вас тут большой мотор да значит большой мотор это уже сразу сотка плюс потому что менять фильтр сложно так бы выглядела ваш заезд в сервис придется снимать поддон вкладыши коленвала значит редуктор соседа в общем 300 гривен так бы выглядел визит ваш в сервис конечно это шутка не принимать и близко но я не доверяю сервисом научился все делать самостоятельно как бы да это занимать немножко времени но зато ты уверен что ты все сделал и тебя не обдурили у меня у товарища был такой случай он по меня поехал сделать его в итоге мы нихера не поменяли вообще у него столько но мотор в дороге порвался горимин грамм его открыли оказалось там старый ремень грамм и не фильтра нихера не поменяли и человек отдал почти 1000 гривен за ты ложку в итоге вот вами сервис наслышав все таких историй я короче научился ремонтировать все самочи чтобы открутить фильтр мы прикладываем титанические просто усилия дабы его открутить тут пластиковая крышка и фильтр откручивается головкой на 36 пришлось специально для этого стакана покупать головку отдельно все дело пошло эту бомбическую штучку сторону кидаем туда нибудь у меня делом на тут можно кинуть только мышь повесилась так фильтра немного горячий но похер мы парни тоже не холодно короче вот такая у меня бомба лейла тут стоит производитель не знает наверно не видно производитель мали а x154 дроп 1 сделано в австрии короче фильтру может мега качественный наверно но я так понимаю повидал жизнь поэтому под замену снова фильтром идет походу еще резиночки сам фильтр и она баба на полтергейт завелся а резиночки есть ну все приступаем к замене все фильтр мы накинули воздушные накинули стоечки капота накинули теперь следующая то у нас свечи выкрутил старые свечи хочу сказать типа все четко по нагару только есть вопросы к пятому и шестому цилиндру некита сильно белые включаешь туда до хера воздуха попадает или нет искры остальных четырех свечей все четко кирпичный нагар короче ну попробуем может эта проблема в свечах сейчас заодно катушки надо посмотреть вот 5 6 катушка что у нас тут не так все я понял в чем прикол обратите внимание на ней трещина из этого есть пропуски зажигания короче катушки под замену она это чем на этой тоже шляпа вот отсюда имеем вот такие свечи херова запасах нашел катушку от своего старого мотора 50 она четко рабочая то сто процентов я помню такие доставал чтобы не продавать никому даже поставил галочку с одной катушечкой мы решили вопрос а вот одну надо будет заказать для вас это прошло очень быстро но я уже свечи поменял короче сейчас делать пробный запуск посмотреть что этот истребитель может по поводу катушки скорее всего я спизднул лишнего я все-таки все равно поставил одну от м50 попробовать как бы я понял что это за трещина это короче а нет это на катушки в общем на 2 катушки такая же беда я обратил что вот это вот все облито пластиком а вот здесь вот находится вот четко видно отломана металлическая часть катушки поэтому есть подозрения что из-за того что вот здесь вот есть трещина она пробивает на корпус блока головки а на 2 катушки вот здесь вот здесь вот в этой части трещина нет она только вот есть по пластику то есть пластик скорее всего не искрит а вот эта часть искрит поэтому одну катушку я заменил сейчас попробуем что будет не пупсик не подведи меня то чё на что поменялось о да намного лучше но все равно есть подтравивание то есть на под когда она стрелка за 1000 уходит есть немножко такое как подергивание машины скорее всего из-за второй катушки надо будет поменять их все короче тогда но могу сказать одно что . стану много интереснее ехать набор стал лучше но вот это на холостом подрагивание никуда не делась то есть надо дальше с этим копаться счетом этот движ мне практически ничего не дал но единственное что появилась более крутая динамика разгона но при этом вот эти вибрации никуда не пропали за этот взгляд можно и труситесь даже не грех в принципе что я хочу сказать после замены двух катушек проверки свечей значит первая хорошая новость все свечи рабочие это хорошо по поводу нагара я узнаю почему поставим ей какое-то клеймо